я вас категорически приветствую с вами дементий это вне классовое чтение и со мной семен уралов привет книгофил книголюб и главный информатор да завершаем мы уже разбор мемуаров николая рыжкова последнего председателя совмина ссср трагедия великой страны если до этого были части посвященные разным республикам то последняя часть которую надо подробно разобрать это называется ссср от реформирования к разрушению потому что рыжков на протяжении всей книги и вначале он доказывает то что это было не не программированный был этот процесс это совершенно не значит что нужно было прийти и возможно прийти к разрушению ссср то есть предпосылки с проблемами были реформирование действительно было необходимо то есть до этого еще дошел и андропов то есть ты еще задолго до горбачева но под видом реформирования проходило разрушение и он потепенно рассказывал о том как это происходило но не все же были против да то есть были попытки все-таки это сохранить и вот он своей последней части подробно разбирает а можно ли было сохранить да вот какие ошибки были допущены каких ну как бы были уже интересно интересно да вот он рассказывает значит первая часть очень такой важный где надо вчитаться особенно кто интересуется про нет называется в недрах партии он как раз подробно разбирает о том как все вот эти процессы они сначала проходили вообще незаметно и вот он рассказывает очень интересный пример да что вот в октябре 87 года состоялся очередной пленум цк кпсс пленум был рядовым ну работали и работали пленум это ж такое совещание рабочие по большому счету но и вдруг значит горбачев предлагает повестку дня членов цк заранее информировали о ней это было ритуальное действие и вот горбачев по заведенной схеме спросил кто против воздержался формальная такая штука вот у кого есть какие то вопросы и вот он поднимается 87 год и просит предложить заявление о выводе его из кандидатов в члены политбюро для всех членов цк даже входивших в политбюро это было полной неожиданностью естественно мы спросили у горбачева о чем идет речь ну как это что это человек который всю жизнь делал карьеру делал партийную выходит такой я ухожу прошу меня исключить что это вообще такое да причем не первое жилище только кандидат в члены цк и вот значит грешков что пишет да что по установленному порядку генсек должен был проинформировать об этом полюбюро ну если такая штука это же чп выход из высшего руководства но значит только пленум цк кпсс имеет право избирать и освобождать членов и кандидатов членов политбюро горбачев этого не сделал он скрыл от партийных товарищей сам факт существования заявления что явилось первым звеном в длинной цепи тяжелейших событий прямых доказательств у рыжкова ну скажем так нету да ну вот прям прямых но судя по всему на первом этапе это же был договорничок у горбачева с ельцином и вот этот вот демарш внутри цк высшего руководства который горбачев всячески отмазывался что он якобы не знал об этом да это явно было вот именно первый заход вот в эту всю историю 87 год а я напоминаю что как раз 85 и 86 его активные контакты с западом начала всех этих процессов поэтому скорее всего мы имеем дело с на первом этапе договорничком и вот значит смотри о чем он говорит значит на следующий день собралось политбюро потому что это же все таки чп да чтобы по традиции подвести итоги пленума после информации горбачева громыко в тот момент председатель президиума верховного совета обратился к докладчику с вопросом о дальнейшей судьбе ельцина генсек длинно и туманно высказался в том духе что сейчас не то время когда за подобные действия наказывают и что нужно найти ему работу то есть чувак демонстративно выходит из партии а его глава партии не то что не наказывает и что происходит значит андрей громыко был старше нас я напомню это же как этот мистер нет его называли американцы это легендарный был министр иностранных дел который давил всех со страшной силы значит и вот он говорит громыко обращается смотрите михаил сергеевич я думаю его надо бы отправить послом подальше от нашей страны то есть мудрый громыко понимал что что-то здесь не так изолировать до его нужно изолировать но интересно был в чем конкретно у рыжкова рыжков же сформировался на уралмаше свердловский в екатеринбурге он сам родом с донбасса а потом все его формирование связано именно и ельцин же у нас свердловский понимаешь в чем получается то есть рыжков на тот момент на вершинах советской власти он председатель совета министров и ельцин это же как бы молодое молодая партийная поросль и вот он этот вот молодой из его родного региона и вот он рассказывает да что вот даже горбачев его спрашивают николай иванович что же творит этот ваш земляк ельцин ну то есть его видать явно еще и мол это твой но я не знаю там выдвижение с не выдвижение но явно из одного региона поэтому такая вот парадоксальная ситуация когда главный враг оказался из того же региона представляешь как вот очень очень интересно значит особенность вот в чем отличался советский парламентаризм я себе отметил от современного вот какое было правило в доперестроечный период и в годы перестройки существовало неписанное правило для докладчиков и уступающих минимум говорить о достижениях и максимально о недостатках и задачи но теперь все поставлено с ног на голову за 11 лет работы в постсоветском парламенте то есть 8 лет в госдуме и 3 года в совете федерации ружков работал я не раз слушал доклады и выступления членов правительства страны много и красочно говорили они неких виртуальных достижениях и ничего о недостатках это вызывало негативную реакцию страны депутатах но по мере того как законодательная власть становилась все более откровенно про правительственное надежда услышать от них правду постепенно таяла пока не исчезла окончательно он так очень аккуратно ну вот собственно нам показывает как вот эта вот свобода которая была которая все наслаждались она постепенно перешла и все вернулось в общем то система стала закрытая говорить стали только о достоинствах вот недостатках не говорить все у нас хорошо все у нас прекрасно и как это произошло постепенно за его там 11 лет работы все это перестроечные морок которые как бы продавали как великие достижения в общем то очень очень быстро закончилась вот тут очень важная вещь по поводу конфликта в системе власти я же напомню что советская власть была по принципу была партийная вертикаль власти которая занималась партийным руководством как бы хозяйственная вертикаль власти которая была исполком горы исполком райисполком облсполком и потом это все уже правительство да на самом верху и вот он говорит в чем проблема смотри политическая система в условиях последовательной экономической реформы неизбежно требовала изменений политической системы мы же объявили хозяйство кооперативное движение политическая система осталась старая и вот он говорит мы отлично понимали что управление хозяйством чем дальше тем более сосредотачивается в руках партийного руководства а между тем обладая безраздельной властью партия в лице ее лидеров практически несла ответственности за происходившее в стране сложившейся политической системой конституционная законодательная власть верховный совет как и советы иных уровней во многом лишь оформляли подготовленные в партиях структуры проекты решений все более эффективной становилась избирательная система авторитет советов таким образом размывался хотя по своей природе и потенциал они содержали в себе все необходимое то есть первое они съели советы где хоть что-то обсуждалось и потом в финале остались партноменклатура и хозноменклатура то есть советскую номенклатуру они съели первую и в финале вот эти вот две такие вертикали остались кому и что достанется так что вот интересная история но вот он напоминает тоже еще очень важно что еще же и конституцию советского союза разрушали вот за 70 лет советской власти было принято четыре конституции в восемнадцатом двадцать четвертом тридцать шестом и семьдесят седьмом годах 88 году началась обвальная перекройка последний из них изменили изменения коснулись половины статей то есть последний год советского союза целенаправленно уничтожали конституцию причем как хотели меняли постатейно значит в девяностом году конституцию поменяли два раза сначала для того чтобы ввести в нее президента и новые госорганы президентские советы потом для ликвидации совета министров как главной исполнительной власти подобная участь постигла конституция в девяносто первом году то есть они вот в этом вот своем конфликте дорвавшись к власти в верховном совете то есть избравшись они начали с конституции творить вообще все что попало так уже страна выжить ну наверное не могла когда главным с главным законом творят в общем то что хотят за два года три раза поменяли хотя в советском союзе четыре раза заменяли только на референдум а можно это воспринимать что под себя конечно да вот видишь они провели первое изменение создали новый орган президентский совет что это вообще за херня что за президентский совет его кто-то выбирает что это такое да это явно горбачев под себя что-то непонятно чем там заниматься бухать вместе будут да либо власть перехватят неофициальную то есть будут пытаться ну мафиозная то есть система власти потом видишь отдельно изменили конституцию чтобы ликвидировать совет министров ссср ну чтоб не мешали им вот напоминаю да что даже во времена сталина проект конституции изменение в проект конституции проводилось почти полгода в результате которых поступило около двух миллионов различных дополнений и предложений а тут девяностом году тихоря быстро в кулуарном поменяли три раза конституцию не ну то есть вот он гвоздь да под видом реформирования я напоминаю общую рамку наши последние под видом реформирования проходит уничтожение в телевизоре рассказывают как мы проводим реформы как у нас хорошо а на самом деле происходит уничтожение основ государства да то есть почему же только конституция но вот тоже значит он как происходило конфликт был внутри верховного совета я напомню острый да туда же избирались уже демократы отовсюду верховный совет бурлит в то же время я не мог оправдать членов верховного совета в том что они забрали себе право на обсуждение решения всех вопросов от законотворчества до хозяйствования зачастую подменяя исполнительную а порой и судебную власть я так и не понял почему верховный совет едва ли не буквально скопировал структуру цк кпсс с его отраслевыми отделами и секторами только их роль здесь исполняли комитеты и комиссии причем делали это куда ретивее чем партийные функционеры то есть сначала захват власти в верховном совете верховный совет копируют систему организации власти такой же как у партии и начинает перехватывать управление это же как выглядит ну вот сидит какой-то человек конкретно у себя идет же борьба политика тут ельцин тут горбачев вот сидит конкретный руководитель предприятия где-нибудь да и его долбят по линии значит совета министров отгружай продукцию а в это же время ему звонит кто-то от верховного совета председатель комиссии говорит не смей ничего отгружать это портократы вообще нельзя там вот им ничего давать там допустим из украины в россию вот представь себя да либо это те кто честные валидол а те которые нечестные под шумок отгружают вообще налево то есть и не тем и не тем а вообще налево и вот это произошла полная разбалансировка то есть я просто хочу чтобы на уровне схемы с этим разобрались то есть основной фундамент то есть конституция порушен непонятно что происходит две вертикали власти которые между собой конфликтуют партийные вертикали хозяйственное и еще создался верховный совет который наравне с горбачёвым подыгрывает для того чтобы разрушать партийную систему власти они создают альтернативную вертикаль власти то есть полный хаос люди кажется что это ну вот это хаос если внешне смотреть а если внутри посмотреть это системная рейдерская операция то есть продуманная захваченная по раскачке ситуации вот это вот это очень очень важно но вот смотри ключевой момент восемьдесят пятый восемьдесят девятый год вот эти выборы да вот которые разрушили фактически советский союз время приближалось к весне выборы были назначены 26 марта восемьдесят девятого года законы выборов как и изменения конституции были значит приняты борьба в депутаты развернулась нешуточная но ее участники оказались неравных положениях значит создатели закона о выборах испугались за то что радовали они законодательно предусмотрели раздвоенность грядущего корпуса в котором часть избранников полторы тысячи человек должны были пробиться через термии выборов по территориям а другая 750 человек легко попала на съезд которые избрались общественными организациями то есть они треть верховного совета через подконтрольные общественные организации явно высшей власти провели своего то есть они типа объявили что мы проводим выборы всего выбиралась вот полторы всего выбиралось 2250 человек но если две трети их выбирались по своим округам то треть вообще зашла все кого они хотели красавчики красавчики под шумок мы потом всех и увидели ну вот значит тоже хорошая фраза для запомнить если выделить наступило время как говорили остряки когда советский народ под руководством кпсс начал бороться против кпсс руководством кпсс вопрос семен как можно поддержать вне класса свое чтение этот день настал мы же обещали что расскажем и про наши футболки но мы должны немножко рассказать области эксклюзивные нигде их нету рассказываем их можно купить будет только в опершопе то есть опер майки точка ру и смысл их в том что те кто поддерживают этот проект могут купить только здесь только в опершопе их не будет ни в каких сетях него там этого ничего не будет мы же как планировали мы планировали еще прошлым летом что с дим юрьевичем об этом договорились что будет выходить как бы программа есть слушатели есть рекламные доходы от ютуба я ну само себя как-то обеспечивает ситуация изменилась поэтому те расходы которые будут от доходов этой то что называется мерча до сувенирной продукции они идут в общем-то на изготовление и обеспечение нашей собственно программы вне классового чтения эта штука абсолютно добровольная мы никого не просим не как бы ну не то чтобы не просим мы ну это скажем так добровольно тот кто хочет да ключевой вопрос добровольный но никакого другого места кроме как опершопа вы не найдете в общем-то эту атрибутику и в этом еще я добавлю если мы где-то будем гулять по сан-петербургу и увидим что идет кто-то в такой футболке мы сразу будем понимать что это наши люди да и приоткроем секрет вот собственно кто будет из наших как сказать читателей тех кто нас подслушивает мы потом будем еще и устраивать встречи в реале то что называется есть постоянно встречи со зрителями со слушателями те кто будут приходить в наши это неким как бы пропуск да это некий пропуск в том числе и на мероприятиях поэтому вот такие будут особые бонусы а среди отдельных зрителей будем разрыгивать еще и призы то есть за самые лучшие вопросы и за все остальное вот так будем действовать в общем друзья мои тут кто хочет тот может помочь а тут кто не хочет пускай не помогает все в открытом доступе конечно уже в полетбюро образовалось несколько групп которые были непримиримы то есть была одна группа горбачев яковлев шеварнадзе медведев другая группа рыжков воротников слюньков зайков было болото ну в общем с начала 90-го года советский союз уже прожил 91 с начала 90-го года полетбюро практически прекратила свою деятельность все то есть главный орган власти коллективный там же как был был же орган была власть личная то есть генсека до горбачева но его всегда сдерживала полетбюро он не был всевластен то есть его как хрущев когда он начал чудить его полетбюро очстись попросила да уничтожили главный орган который мог сдержать хоть как-то ретивость горбачева то есть политбюро и поэтому это привело собственно к чп это было попытка сделать то что должно было сделать политбюро потому что по модели которую собственно придумали ленин со сталином политбюро как раз для того чтобы генсек не превратился ну в монарха да ну не это не улетел не скуривался точно а тут он заблокировал политбюро и все и на уже никто не может повлиять и поэтому гкчп это была последняя попытка сделать что-то типа политбюро который он заблокировал с 90-го года с этим разобрались следующий фактор кризиса роковые съезды это вот они уже избрали депутатов вот уже не все демократические вот он говорит первый съезд демократии значит открылся 25 мая 89 года в 10 часов утра в те дни значит избранники 2000 человек значит это было вообще подъем демократия все народу это было проходило же все в прямом эфире все смотрели за этим съездом и вот в те дни он говорит что горбачеву альтернативы не видели что депутат это самый писатель айтматов и внес киргизский его кандидатуру на пост председателя верховного совета вот горбачев избрал своих новый верховный совет и его избирают председателем верховного совета для чего это я объясняю на уровне схемы смотри до этого он был генеральным секретарем партии но в партии есть политбюро члены партии ну это ты в зависимости регуляции ну словишь ему приходится варьировать как мы видели между этими и этими а тут он выбирается уже новый верховный совет который вместо как бы партии становятся верховной властью и он быстро горбачева выбирает своим главой то есть он себе проложил что вот с генсека я уже буду спрыгивать та власть мне нужна но я себе создал новую систему власти но все это под шумок великой демократии его избирают то есть план горбачева воплощается то есть пока все идет по плану но значит дальше проходилось значит голосование как стал ельцин то есть тоже вот интересная вещь вот ельцин уже уже вышел из партии да еще 87 год потом его хотели сослать но его послали на передержку уже в московский горком где он как бы становился но происходит интересная штука вот через несколько дней начала съезда там же был получается еще и совет на но был верховный совет а еще был совет национальности совет национальности от рсфср вот смотри одной из важнейших задач съезда было формирование съездом верховного совета по конституции он состоял как бы из двух палат был совет союза и был совет национальности но такая была заморочка советского союза что типа коммунистический и по национальному признаку тоже формировался но это была формальность значит и вот в бюллетень по выборам в совет национальности было внесено 12 кандидатур включая ельцина ну который тот момент за него проголосовало 1185 человек против 964 все остальные получили меньше голосов против значит смотри особенность голосования была в том что при квоте для каждой республики в 11 человек в 12 значит в списках было всего 12 ельцин не попал верховный совет то есть за него слишком много проголосовало против за всех остальных против проголосов меньше он не попал но что происходит только начинает работать этот верховный съезд народный депутат уже избранный значит в этот совет из из омска казанник обращается к съезду с предложением вместо себя включить без голосования в совет национальности бориса николаевича ельцина предложение принимают ельцин без выборов без победы попадает верховный совет сср а когда ельцин станет президентом вот этого казанника из омска назначат генеральным прокурором ты представляешь ты представляешь да я подозреваю может быть они прав что он еще был заслан туда ну вообще да смотри как все произошло да то есть он не прошел его не удалось просунуть с помощью выборов он вот так вот пролез уже не могло это быть без участия горбачева и все то есть его немытьем так катаньем засунули в этот верховный совет которому ему там не нужно было быть то есть не имел права он там быть и вот уже в конце июля 89 года то есть вот только его засунули в марте вот уже в конце июля в москве в доме кино состояется первое собрание межрегиональной депутатской группы и сопредседатели афанасьев ельцин попов сахаров ну все что мы видели вот это рождение тех кто собственно развалили советский союз их туда завели за руку как мы видим создали им все условия и вот значит так сформировалась легальная оппозиционная структура в нашей стране она объединила многих из оппозиционных депутатов лидеры группы и коррекционного совета через года через два вошли во власть во власть возглавив россию москву и ленинград я напоминаю это очень важная вещь в ленинграде демократ собчак в москве демократ попов в россии демократ ельцин это тогда было это потом собчак с ельцином уже там будут конфликт а изначально это было так вот наша демократическая столица ленинград и вождь наш ельцин только и называли что демократический губернатор мэром первый мэр да мы забыли про меньше кого да а это первый мэр и вот он говорит что практически сразу эта вот межрегиональная депутатская группа встала на антисоветские антисоюзные позиции называя эссер империи значит и было два главных требования вот они сразу заняли два вещи первое отмена 6 статьи конституции это руководящий роли кпсс и легализация забастовок их больше ничего не интересовало я не удивился что и статью и легализация манихолы ай простите не то вычеркиваю сначала проституцию то есть что им нужно было монополию власти партии подвергнуть и вывести людей на улице все вот вот их была цель уже восемьдесят девятом году все это выше я понимаю это политтехнологические штучки 90 but beide технологи и дело в том что давай уже мы будем разбирать их отдельно они есть два типа политтехнология вот есть политтехнологии из сферы идей идеология убеждение работа сообщества А есть политтехнологии из сферы удержания, захвата и употребления власти. То, что называется маккевиализм. Вот как Маккевелли написал свою книгу, это разные политтехнологии. То, что про пиар, про общественное мнение, это одни политтехнологии, а которые в глубинах власти эта вся история, это иные политтехнологии, о которых многие даже не говорят, потому, что можно без головы остаться. Ну, расскажешь, что там будет? Можно вообще пропасть. Вообще исчезнуть. Конечно. Вот интересно, а кто же были те, кто разрушали Советский Союз? Вот мы про Горбачёва Ельцина помним, а вот я об этом даже забыл. Афанасьев. Вскоре за попыткой межрегиональной группы началась борьба за лидерство. Попытка этого Афанасьева встать над группой закончилась неудачей. Немаловажной причиной того была поездка в Японию, где он подарил ей наши так называемые спорные северные территории. А знаешь, что такое был этот Афанасьев? Он в течение многих лет руководил пионерской организацией Советского Союза. Мразь. Молодец какой. Представляешь? А мы их уже... Я уже забыл про то, что... Я не знал даже такого. Подарил это, как Иван Васильевич меняет профессию, кемшку в области. Я-я, кемшку в области. Ну, это все не закончилось. Потом уже начались 90-е. В стенах пионерской организации кончилось тем, что институт согласие его руководства и Министерства образования за 100 миллионов долларов купил олигарх Невзлин, став во главе учебного учреждения, к которому не имел никакого отношения. Сейчас он, в общем, продал, короче. Все продал, товарищ Афанасьев. Дальше он разбирает историю про Сахарова. Ну, вот как эту межрегиональную депутатскую группу даже характеризовали на Западе. Он приводит интересные цитаты. «Таймс оф Индия» утверждало, что МДГ представляет из себя смесь анархистов, коммунистов, либералов, националистов и социал-демократов. Все, что они говорили, имеет мало общего с каким-либо прагматическим подходом. Эта группа слишком мало связана, чтобы быть достаточно эффективной. А вот британская Daily Telegraph писала, что усилия этой группы идут гораздо дальше реформ, которые продвигает президент Горбачев. Британцы уже понимали, что эти люди идут в нужном направлении. Это наши люди. Я думаю, что с Ельцином и Горбачевым произошло, знаешь что? На определенном этапе они были внутри одного сценария. А потом, знаешь, когда крысобоя выращивают, когда есть масса крыс. Одна, которая всех потом съест, она становится крысой людоедом. А потом в финале Ельцин и Горбачев выбрали из того, кто победит. Ну, как бы в этом смысле американцы. Но все равно кто победит. Две крысы. Да. Потом одна. Вот, значит, когда это произошло? До этого же Горбачев катался постоянно на встрече с Тейчер, со всеми. Вот в 89-ом году Ельцин совершил поездку в США. И вот он говорит, что что там было, как непонятно. Видно, с ним начали с 89-го года напрямую работать. Тоже. И взяли на амбицию. Ну, и вот, значит, он напоминает, как Ельцин... Ну, на трап это все помнят, как у нас с самолетом. Да-да-да. Про Попова он напоминает. Тоже очень важная история, потому что захват власти в стране без захвата власти столицы невозможен. Потому, что я всегда всем повторяю, что все Майданы начинаются, и главное, все всегда происходит в столице. А там была такая роль, как Гавриил Харитонович Попов. Вот как в Питере был Собчак, новый демократический мэр. И, значит, Попов занимает позицию первого мэра. И вот он как раз был активный уничтожитель именно Компартии. Пока он побывал в кресле граначальника страницы, он максимально использовал пост в своих личных целях. То есть, самое главное, это, короче, партийная собственность. И самое главное, на базе этой партийной собственности создал во главе с собой учебное заведение Международный университет. То есть, его задача была на посту мэра забрать у партии собственность. То есть, для того, чтобы максимально... Ну, понятно, нет собственности, всё. Ну, как бы ничего партия сделать не может. Поэтому задача мэра была не городом заниматься. Поэтому потом Лужкова и выбрали, что хоть какой-то хозяйственник по сравнению с тем... Ну, вот Москва при Попове, это кто вспоминает, это просто... Он видел, чтобы не отвлечься было. Он другие дела. У него у человека были другие дела. Значит, и потом наступила вот точка невозврата. Точка невозврата, я напомню, 90-й год, когда из Советского Союза как бы вышла Россия. Вот у нас же есть этот праздник, который никто не может объяснить, что это такое, 12 июня, да, День России. А я знаю, кинули поляков. Нет, это у нас ноябрьский. А вот 12 июня, в начале лета, День России. Вот это тоже не знаю. Вот. Есть праздник, а что это за праздник? А это же день принятия государственного суверенитета РСФСР. Это же день, когда РСФСР вышла из состава Советского Союза. Мы постоянно забываем, говорим там, у, хохлы вышли. Они вышли 24 августа 1991 года. А Россия Ельцинская, РСФСР тогда ещё, она вышла из Советского Союза в июне. То есть, раньше Украины, раньше Белоруссии и раньше всех остальных. И вот Рыжков об этом напоминает, что это важнейшее событие, потому что Верховный Совет РСФСР, он как бы собирается, и вот началась дискуссия о суверенитете. То есть, будет союзный договор, не будет союзный договор. И вот, как они принимали? Значит, 12 июня они принимают решение о государственном суверенитете, за уже принимают голосование 907 депутатов, против 13 воздержалось всего 9. Верховный Совет выполнил свою главную задачу, он уничтожил. То есть, он не мог уничтожить Советский Союз, как весь Союз. А он сделал, что самая большая часть Советского Союза, то есть, РФСР, встала на путь сепаратизма. После этого пути назад, с моей точки зрения, уже, в общем-то, не было. И, собственно, он завершает свою историю по поводу того, как сводили, в общем-то, людей с ума. Эта часть под названием «Почему вы нас не убедили?». Здесь он как раз рассказывает о том, как заморачивали голову обществу всякими завиральными идеями под шумок вот этих процессов, которые проходили внутренне по уничтожению страны. Вот он напоминает. Резко выдвинулся вперёд директор подмосковного бутовского кирпичного завода Бочаров, очень много сделавший для поддержки Ельцина на выборах депутатский корпус. Но он понимал, значит, Бочаров подготовил себе весовый козырь, заговорил, что у него есть своя программа перехода к рынку за 500 дней. Значит, ещё ранее весны группа Обалкина подготовила концепцию перехода, значит, на экономику за 400 дней. Потом же появился Явлинский, которого мы тоже проводим по 500 дней. То есть, мы помним только Явлинского, а там внутри проходили вот эти завиральные процессы, кто больше наврёт народу, как ему... Я эту песню знаю... Да-да-да-да. И денежки, наверное, на это выделялись. Понимаешь? И говорит, а пресса тем временем по заказу трубила славу 500 дней, не забывая о том, что Верховный Совет СССР принял концепцию правительства и получил лишь дополнить и поправить её. То есть, в реальной экономике идёт работа правительства, работа концепции, но создаётся завиральная история про какие-то 500 дней, что сейчас мы вас приведём к рынку, сейчас наступит счастье, и это продаётся обществу как реальность. А это не было реальностью. Понимаешь, да? То есть, это первый раз нашему обществу втюхали абсолютное фуфло. Вот это вот 500 дней, вот эти реформы перехода к рынку. Ну, это, наверное, была такая мечта, что вот за 500 дней, и через 500 дней мы будем все счастливы. Да. У нас столбы будут из нержавейки стоять. Как в Германии всё будет. Как в Германии всё будет. Только подождать. Что там 500 дней? Всего полтора года. Ну, 500 дней. Что там? Это не срок. Дольше сидят. Да. Вот так советских людей развели. Именно на этом. Что там эти 500 делов-то? И вот он говорит. И так образовалось, по сути, два центра по разработке программ к рынку. Мы готовили свою. То есть, совет министров. И другие были Верховного совета. То есть, тогда ещё было соревнование концепции. Но мы видим, что задача была как бы... Вопрос был не в концепциях. Если эти, которые сидели в совете министрах, они чем-то занимались, там была задача просто прикрыть борьбу за власть вот этими завиральными абсолютно идеями. И вот, значит, что он объясняет, что было хозяйственным. Для чего они это на уровне хозяйственного ломали. Широко распространившаяся во многих республиках практика ограничения прав предприятия и, как следствие, массовый разрыв прямых связей между ними, отказ от заключения договоров и поставок продукции, а также игнорирование действующего законодательства налогообложения и формирования местных бюджетов, уже в ближайшее время могут парализовать функционирование народного хозяйства. Образовался замкнутый круг. Политическая дестабилизация прямо сказывается на экономике, экономическая на политическом положении. Все. Им удалось к 1989 году загнать уже все. Это самовоспроизводящийся кризис. Когда политика влияет на экономику, экономика на политику, и ты не можешь из этого замкнутого круга уже вообще никуда выбраться. Вот разгадка в общем связи. Потом он рассказывает о том, как они пытались Горбачеву донести о том, что вот эти все 500 дней, что это невозможно. Но Горбачев был на позиции. Нет, вы не понимаете, мы строим. И уже мы движемся к самому-самому финалу. Агония власти. Это самая последняя уже глава. Ее я рекомендую почитать с конспектами. Как происходил паралич. 1991 год. Вот он объясняет, почему этот паралич был. Характер нашего строя советского таков, что нынешний кризис экономики порожден не обострением внутренних противоречий в производственной сфере, а очевидным кризисом в области политики, идеологии, управления. Мы пытаемся лечить не болезнь, а ее внешние проявления. Уже сейчас важно, что идеология, но уже иная, вновь нависает над экономическими образованиями. Под флагом рынка развернулась политическая война. Да, так и есть, что реформы никто изначально никакие не ставил. Вот он говорит, за пять лет все кардинально изменилось. От энтузиазма мы скатились к неверию и скептицизму. Это во многом объясняется размытостью целей и созданию иллюзий о благах, которые могут быть быстро получены. Мы, по сути, не раскрыли модели будущего, не назвали социальной цены, которую придется платить за реализацию данной модели, и не определили, кто ее будет платить, чтобы компенсировать издержки тем, кто несет. То есть, в общем-то, под видом экономического реформирования, хотя в экономике не было ничего критически важного, были проблемы, но для того, чтобы уничтожать экономику, не нужно было. Это были специально примененные политические инструменты, в том числе для того, чтобы создавать специально организованные кризисы. Ну и вот, значит, уже все дошло до Беловежской пуще, уже надо разваливать. И вот интересную фразу он приводит, разговоры перед отъездом Ельцина в Минск. Перед отъездом Ельцина в Минск, по воспоминаниям Горбачева, у них состоялся такой разговор. Я спрашиваю у Ельцина, о чем вы будете говорить в Белоруссии? Он отвечает, у меня есть общие вопросы с белорусами, я хочу их решить, заодно переговорю с украинцами. Сюда Кравчук ехать не хочет, а туда прибыть согласен. Я ему напоминаю, мы ведь в понедельник должны встретиться и приглашаем Кравчука. Он отвечает, поговорим с белорусами и послушаем Кравчука. Горбачев, давай, Борис Николаевич, договоримся, что на встречи в Белоруссии вы не выходите за рамки того, что есть в союзном договоре. А Ельцин отвечает, а Кравчук может на договор не пойти, он же теперь независимый. Тогда предложите ему стать ассоциированным членом, говорю я. Ельцин замешался. На этом может и не согласиться. В таком случае будем все решать в Москве, здесь уже в понедельник. То есть, отъезжая в Беловежскую пущу для того, чтобы это самое, Ельцин продолжал вести двойную игру с Горбачевым, потому что, я говорю, они, судя по всему, соревновались за... Они играли в одну партию, но уже собирался каждый друг друга кинуть, в общем-то, в финале этой партии. И вот он отмечает. Главная точка. Беловеж, то есть, разрушение, у которого нет пути назад, Беловежские соглашения. Нужно сказать, что в тот момент решающей фигурой был Кравчук. Именно от него зависела судьба великой державы. Через несколько месяцев в своем интервью он подтвердил это. Если бы я сказал, что Украина подпишет союзный договор, Ельцин тоже подписал бы его. Но в Вискулях националистические запалы честолюбивой амбиции и желание войти в историю на правах первого президента самостийной Украины взяли вверх. Встреча в Беловежской пуще проходила в обстановке строгой секретности. И многие из продвигшего там стало известно только позднее. Вот такая вот история. Напоминаем, кто работал с российской стороны. Бурбулис, Шахрай. Кстати, фамилия Шахрай с украинского переводится как «мошенник». Ну, чтоб ты знал, Шахрай – это мошенник. Гайдар, Козырев и Илюшин. То есть, все, кто потом получили свои посты. Козырев стал первым главой МИД, издал все американцев. Гайдар. Сами знаем. Кинул всех. Да. И, значит, что интересно тоже вам это самое. Текст коллективно сочиняемых российско-украинских, белорусских, беловежских соглашений писался от руки сведущим в юридических делах Шахраем. Затем из-за его корявого почерка переписывался Гайдаром. При этом ни у одного из сочинителей не пробудилась гражданская совесть. Ну, да. В общем, переписывали на ходу. Переписывали на ходу, потом, собственно, рассказывают о том, что еще и страшно бухали после этого всего. Я тоже об этом слышал. Я слышал, что чуть ли не в туалете они писали, а потом бухали. Да. И вот он, собственно, приводит цитату из участников. Ну, мы же высокопоставленный человек, что типа цитата Ельцина после этого. Мы смертники. Если ничего не получится, уйдем в отставку. Но все было не так. Значит, опасения за свои шкуры, почему они боялись, да, за шкуры побудили сепаратистов сделать первый звонок министру обороны СССР шапошнику. Чтобы испечить себе безопасность, Ельцин при согласии Кравчука и Шушкевич объявил его о назначении главнокомандующим объединенными вооруженными силами СНГ. Видишь? Чтобы, короче, сразу тебе тоже кусочек власти. Но, значит, одним из первых звонков Ельцина был президенту Джорджу Бушу-старшему. Вот. И вот цитата. Джордж, все по плану. Сегодня в нашей стране произошло очень важное событие. И я хотел бы лично проинформировать вас, прежде чем вы узнаете об этом из печати. И Буш в своих мемуарах, что Горбачев еще не знал об этих результатах. А завершает разговор Ельцин так. Уважаемый Джордж, я заканчиваю. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Учитывая уже сложившуюся между нами традицию, я не мог подождать даже десяти минут, чтобы позвонить вам. Это подтверждает эту теорию, что они в финале сражались за то, кто поддержит американцев с Горбачевым. Видишь? То есть, Ельцин его в финале переиграл. То есть, он его кинул в самом-самом-самом финале. В дамки. Да. И как они отпраздновали, значит, воспоминания из книжек. Затем состоялся праздничный обед, во время которого Ельцин, ободренный словами Буша, сказанный ему по телефону, что идея панславянского государства нравится, надрался настолько, что никакой пресс-конференции, назначенной 17 часов, не могло быть и речи. Она состоялась только в 2 часа ночи, причем Ельцина не сразу привели в чувство. Потом банкет, где Ельцин быстро дошел до кондиции, упал на ковер и обливался. Вот так отпраздновали разрушение Советского Голошуйте сердцем. Вот это наш президент. Да. Да. Значит, но подписать соглашение было мало. Ладно, они подписали. Их же нужно было еще и утвердить. Все-таки это фактически заговорщики. Есть же все-таки Верховные Советы, парламенты. И тут очень важна роль Украины. Вот что пишет Рыжков. Руководство Украины первым начало форсировать ратификацию Беловежского соглашения. Уже 10 декабря 1991 года в повестку Дня Верховного Совета Украины был внесен вопрос о ратификации. С самого утра вопрос переносился с одного часа на другое. В постоянных депутатских комиссий было множество замечаний. В общем, Кравчук это все пролоббировал. Он около полчаса выступал. Обвинил центр в развале страны. То есть, он только вернулся оттуда. Обвил центр в развале страны и произнес фразу «Кому-то хочется нас учить и заботиться о нашем народе больше, чем он сам». И Верховный Совет 280 голосов «за» ратифицировал соглашения, но с оговорками. Там открытость границ была сужена. В общем, с определенными оговорками, но самое главное. Именно Украина сделала невозвратными Беловежские соглашения. До того, как Украина это ратифицировала, их можно было бы квалифицировать как частные инициативы какие-то договорщиков, то есть, можно было их арестовать, ещё что-то сделать. А когда уже Верховный Совет принял, то уже всё. Но тут очень важно, я об этом, кстати, забыл. Ты знаешь, что у нас в России Беловежские соглашения денонсированы. Оказывается, в постановлении о денонсации Беловежского соглашения было принято уже в Российской Госдуме 15 марта 1996 года 252 голосами или 56% от общества количества депутатов. Но понятно, что Ельцин на это не пошёл тогда в 1996 году. Но мы-то понимаем, что Россия-то по факту отказалась от Беловежских соглашений. Если следовать в логике политического реализма и прагматизма, мы с 1996 года, Россия сказала, что это всё, в общем-то, незаконно. И мы не признаём развал страны и имеем, в общем-то, право на то, чтобы её собрать. Это, конечно же, формальная юридическая штука, но она была. Я забыл об этом. Опасная штука. Если это продвинуть, то давайте дальше рассматривать из дуги приватизации. Да, пошло-поехало. Тоже вот очень интересные, значит, про белорусских заговорщиков. Шапошников, да? Он министр обороны. Да, как раз министр обороны. А, нет. Рассказ Горбачёва. Вот эти сложные моменты, где действует Шапошников. После отъезда Ельцина происходит день. Это Горбачёв вспоминает, да? Другой. Ничего не происходит, ничего не докладывает. Я звоню министрам, они ничего не знают. Звоню Шапошникову, он знает. Они, оказывается, с ним уже провели разговор. Видишь, тихая за спиной. Я думаю, ну что происходит? Шапошников призывал Белоруссию и сказал, что Горбачёв сферепствует, тогда ему звонит Шушкевич. Ну, что кипиш начался, начальник в нервах, да? Михаил Сергеевич, я звоню вам по поручению всех. Это белорусский заговорщик. Я спрашиваю, а почему ты мне звонишь? Он отвечает, мне поручили это Ельцин и Кравчук. Борис Николаевич разговаривал с Бушем, ему доложили, а мне поручили переговорить с вами. Видишь? Это Горбачёв сам признаётся. Это же он писал мемуары, то есть, он сам признаётся, что они все с Бушем явно контактировали. Просто Ельцин первый побежал это делать, да? И Горбачёв из-за этого распсиховался, что происходит, как это втихаря у него. Короче, схема классическая. Собирались фирму обанкротить все, но втихаря другая группа, пока одна группа щёлкала, она на себя все документы переписала, а теперь уже кто раньше встал, того и тапки. Обычное рейдерство целой страны. Я, конечно, читаю. Я просто... Но попытки сохранить ещё были. Вот уже 21 декабря 1991 года, уже как бы разрушен Советский Союз, в Алма-Ате, в Казахстане собираются лидеры 11 бывших союзных республик. Приехали все, кроме Прибалтики и Грузии, и давайте создавать конфедерацию. Ну, люди ж не хотели всё разваливать. Но, значит, Кравчук – это всё принципиальная позиция украинской страны, что не будет никаких конфигураций. И после этих дебатов в декларацию, которую приняли в Алма-Ате, внесли отдельное положение о том, что СНГ не является ни государством, ни государственным образованием. То есть, последнюю попытку хоть сохранить Советский Союз в виде государства, в виде СНГ... Ну, как бы Украина в этом смысле. Ну, я думаю, всё это по договорнику. Просто Кравчук выступал застрельщиком этого процесса. Ну, вот мы уже подошли, собственно, к концу. Последняя попытка спасти это, в общем-то, было в Алма-Ате. Последняя глава прям называется очень грустно и очень точно под названием «Сумерки упали на нашу землю». Мы её уже очень не будем... Страна дураков пришла в движение. Это да. Три вывода, он говорит, если для исторического. То есть, первое. Незаконным является признание союзного договора утратившим силу. То есть, только шесть республик, остальные не участвовали в этом. То есть, договор Советского Союза существует. То есть, его просто похерили, его незаконно расторгали. Значит, второе. Беловежское соглашение противоречит результатам референдума о сохранении Советского Союза. И, подписав Беловежское соглашение, Ельцин нарушает конституционные права всех граждан Российской Федерации. Потому, что в соответствии с конституциями каждый гражданин Советской России являлся гражданином СССР. То есть, получается, что граждан России лишили гражданства СССР без их вообще... Ну, как это вообще-то? Охуеть! Представляешь? Вот это да. Он абсолютно прав, да? Вот это руководители страны. Но тот же Гавриил Попов, смотри, 8 декабря 1991 года, когда они взяли власть и были уже в полной. План, предложенный Поповым и одобренный всеми демократами. Значит, разделение РСФСР на 7 частей, Украину на 3 части и на создании вот этих вот обломков создания 17-ти суверенных государств. О! Вот это был план. Да. Джорджа Буша. Да. Вот они, красавчики, которым они сразу отчитались. И для того, чтобы уже завершить наш цикл, сейчас пытаются доказать, что развал Советского Союза был неизбежен. Это судьба всех империй. Я заявляю, это наглая ложь. Мы были великой державой со своим общественным строем, со своими традициями и особенностями, но были крайне нежелательны Западу. Вот это важнейшая мысль, которая нам всё это объясняет. Наша Родина умерла неестественным путём, её убили, выдавая это, с одной стороны, за естественный процесс, а с другой стороны, заморачивая голову ненужными проблемами, создавая специально проблему в бытовой экономике, как мы говорили, дефицит, и целенаправленно накачивая национализм, которого, как мы видели, он был микроскопический, а его целенаправленно раздували. Мы видим Казахстан. Мы всё это разобрали в этой книжке. Я считаю, что она должна быть в библиотеке каждого думающего человека, потому что сегодня пытаются наши враги сделать с Россией то же самое, что они сделали с Советским Союзом, поэтому вот эти уроки – это вопрос выживания, ну, в общем-то, каждого из нас в текущей ситуации, как и 30 лет назад. Поэтому это не просто книга, это настольная книга, я считаю. Семён, глубоко. Спасибо. Очень интересная лекция. А что дальше будет? Дальше будет интересно. Ещё раз повторюсь. Николай Рыжков – детектив прямо. А мы же чтение внеклассовое, мы пытаемся взглянуть с разных сторон. То мы нацистов европейских рассматривали, а теперь… Своих сволочей. Своих сволочей теперь разобрали. А теперь мы перейдём к интереснейшей теме. Книга называется «Американское общественное мнение и использование военной силы с 1993 по 2001 год, когда был президентом Клинтон». Мы же сейчас смотрим на нашу спецоперацию, как поддерживают ещё что-то. Здесь это именно социологическое исследование, как американское общество реагировало на военные действия США за пределами, как оно вообще относится к использованию военной силы за рубежом. Тут интересно, что это наш отечественный исследователь, мы будем рассматривать очень много социологических материалов. Будет речь идти о Сомали в 1993-1995 году, в Боснии и Герцеговине в 1993-1995 году, в Гаите, в Руанде. Обсуждалась попытка в КНДР, как на это реагировали. Они не вошли, но пытались. В Ираке в 1993-1997 году, в Афганистане и в Судане, в Косово и в Восточном Тиморе. Это только за десять лет, как демократы прошли, и как на это реагировало общество. Очень познавательно. Она, видишь, короткая. Поэтому я надеюсь, что мы за один-два урока с ней разберемся. Лучше это уделить. Два урока. Потому, что в последнее время как раз вот это все напоминается. Наш МИД, помнишь, задает вопрос. А вы чего? Вот будем повышать... Спасибо, Семен. До новых встреч. До новых встреч. Тот, кто хочет поддержать, тот может поддержать. А тот, кто не хочет, тут пускай не поддержит. Останется без хороших вещей. Да. Все хорошо. Хорошо. Всё хорошо. Продолжение следует...